Майя Санду ответила согласием Адриану Нестасе и теперь они создают предвыборный блок. Влад Плохотнюк заявил, что возглавляемая им ДПМ создаст правящую коалицию с любой партией правого толка. Адриан Канду провел дебаты с Майя Санду, которые многие назвали предвыборными. И, наконец, Анатол Шалару заявил, что Троян Басеску непременно станет депутатом Молдавского парламента. Подобные высказывания мы слышали не раз, но практически всегда это было в канун парламентских выборов. Очередные должны пройти только через год, но уже сегодня видно, что в политической среде что-то происходит. По крайней мере, на правом фланге уж точно. Объяснений тут может быть много. От вероятности досрочных, если так решат влиятельные игроки, до беспрецедентного накала страстей и перегруппировкой сил перед очередными парламентскими. Словом, разбираться будем принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Сегодня наша программа будет длиться дольше, чем обычно, и будет состоять из двух частей, ибо мы не можем пройти мимо главного события дня – решения Конституционного суда. Во второй части программы мы ждем в гости советника президента по юридическим вопросам Максима Лебединского. Ну а пока я представляю гостей первого блока, и, как обычно, делаю это с удовольствием. Это люди, безусловно, вам известны. Это политологи Уазан Антой. Добрый вечер. И Эрнест Варданян. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Ну давайте так, вот, Эрнест, вам первому задам такой вопрос. Вот почему правые так активизировались? Вот и блоки, да, какие-то создают, и коалиции обсуждают. И вот все те вещи, о которых я сказала во вступлении. Тут надо рассматривать эту ситуацию с двух направлений, собственно, так, как она и строится по сути. Первое направление – это, ну, на 90% вероятный альянс партии Майя и Сандо, Андрея и Анастаси. При том, что где-то полгода назад я разговаривал с одним высокопоставленным представителем партии, ну, платформы, да, и он мне заверил, что, безусловно, разговоры об альянсе Сандо и Анастаси идут давно. Есть определенное стремление с обеих сторон, но есть и сильная позиция в каждой из партий, потому что имеются определенные пункты, по которым эти партии не сходятся. Поэтому пока он мне сказал, это было весной где-то в мае, пока он мне сказал, что маловероятно создание такого альянса, но тут прошло почти полгода. Мы видим, что альянс создается, по крайней мере, на словах. Я думаю, что здесь совершенно очевидно влияние внешних факторов, которым нужно выполнить две основополагающие задачи. Это, собственно, те два направления, о которых я говорил. Первая задача – создание, скажем так, чистого правого блока в составе вот этих двух названных партий. Первый, будем считать, что эта задача выполняется и, возможно, близка к завершению. Вторая задача более сложная, но она уже была озвучена Плохотнюком. Это его готовность создать крупный правый блок с любой, как он выразился, партией проевропейского правого толка. Понятное дело, что в данной ситуации, скорее всего, речь пойдет о более крупных игроках, таких как партии Майя Сандры и Андрея Анастасии, и плюс более мелких игроках, будь то либеральные демократы, которые находятся на грани политической смерти уже, и некоторые другие формирования, например, Европейская народная партия, которые воспринимают скорее как марионеточную. Так или иначе, задача поставлена, а ее выполнение, я имею в виду второе направление, вторая задача – большой правый блок, ее выполнение может быть сопряжено с рядом трудностей. И первую трудность я вижу имиджевую, именно у партии Анастасии и Сандо, потому что они на протяжении последних двух лет, особенно Андрея Анастасии, и потом уже к ним присоединилась Майя Сандо, они говорят, что для них любое упоминание Плохотнюка – это уже… Это токсично. Это токсично, да, модное слово. Новое модное слово, да. И тем более всякие разговоры о создании такого большого правого альянса, наверное, тоже по сути токсичны. И как они посмотрят на предложение не лично Плохотнюка, как они посмотрят на настойчивое предложение внешних факторов на создание такого альянса, потому что тогда им придется понести серьезные репутационные потери. Я убежден, что далеко не все сторонники и даже члены этих двух партий согласны принести в жертву собственный имидж независимых структур во имя сохранения в очередной раз европейской мечты в Молдове ценой присоединения к альянсу с таким одиозным политиком, как Влад Плохотнюк. Благодарю вас за такой подробный ответ. Господин Антой, почему правые именно активизировались? Во-первых, я не люблю, когда меня называют политологом по двум причинам. Потому что я им никогда не был. Во-вторых, потому что из происходящего в политической жизни Молдовы ничего нельзя понять, если будешь читать партийные документы, программы, уставы и прочее, прочее. Мы питаемся слухами, мы питаемся кляузами, и это у нас называется политологией. Это первое. Второе. Я не знаю, что такое правая партия. Я не знаю, что такое левая партия. Потому что когда я был значительно более романтичен и читал книги про немецкую социал-демократию, и по шведскую социал-демократию, это было понятно. Левая партия – это социально ориентированные партии, которые им предлагают прогрессивную шкалу налогообложения, которые социальную защищенность. Вот говорит, как политолог, Арнец, правда? Не, не как политолог, а как человек, который, во-первых, не любит, чтобы его имели за лоха, извините за политологический молдавский термин, и, во-вторых, который хочет что-то понять. А правые партии – это либерализм, это меньше государства, это частная инициатива, это меньше налоги, и это ответственность гражданина, которую он сам берет на себя, а государство дает необходимый минимум. У нас правые почему-то… Мы начали с того, что это был фронт и интерфронт. Это чисто совковый раздел, которому наследовали из Советского Союза, и из которого мы никак не можем выскочить. Это становится уже приговором для молдавского государства, для молдавской демократии, извините за выражение. Поэтому, в частности, я вот слышал упреки со стороны коллег, ну, знакомых из Румынии, не коллег, они, в общем-то, упрекали, например, ту же Майю Санту, что она меньше говорит о европейском векторе. На что я никого не защищаю, никого не обвиняю, говорю, извините, а какой вектор, когда европейцы нас обвиняют в том, что она захваченная государство? Куда мы идем? В какую сторону направлен этот вектор? Поэтому, если посмотреть на те вызовы и на те проблемы, с которыми сталкивается молдавское государство, а именно утрата доверия граждан в институты государства, утрата доверия граждан в перспективу существования этой страны и массовый исход молодых, социально активных и конкурентоспособных граждан этой страны, это захваченность государственных, нефункциональность государственных структур, когда мы имеем нарисованные на бумаге или в конституции структуры, но они не функционируют в соответствии с законом, то здесь разделение на правое и левое, оно абсолютно контрпродуктивно, потому что я, как гражданин этой страны, наблюдаю деградацию. Мы на протяжении последних, извините, 29 июля 2000 какого года, 9 года были досрочные выборы, по итогам которых была создана первая проевропейская коалиция. Правда, некоторые проевропейцы говорят о достижениях, как будто бы вчера они только пришли во власть. И поэтому уже скоро... И поэтому, можно я вклинюсь? Я закончу фразу. Я просто объясню, что имела в виду. 8 лет уже прошло, мы якобы идем в Европу, а фактически мы наблюдаем деградацию. И здесь, конечно, это разделение на правое и левое, оно не объясняет ничего. Я понимаю, спасибо тоже за такой подробный ответ. Больше не буду вас называть политологом, хотя делала это раньше и не вызывала таких у вас эмоций. Но я вижу, у вас изменилось отношение к самому термину. Нет, у меня чувство юмора сохранилось, можете называть как хотите. Просто и лечь. Как же без чувства юмора в нашей молдавской политике? Я бы, вот если бы сразу вам пояснила, возможно, и вот вы бы не трудились, так долго не объясняли. Я что ведь имела в виду? Наверное, нужно было сказать одну фразу, как принято в Республике Молдова делить. Вот правый, левый. Но мне казалось, что этот момент уже мы столько раз говорили, что у нас нет классических левых, нет классических правых. Да и вообще доктринально у нас к партиям много претензий. Мне казалось, ну, по крайней мере, мои телезрители уже точно это знают. Но спасибо вам за то, что вы так подробно пояснили свое видение. Если позволить, очень коротко мне понравилось, что сказал господин Антоний насчет 2009 года и сюда. То есть мы не просто деградируем, мы постоянно ставим телегу впереди лошади, мы постоянно начинаем стоить дом с третьего этажа, а не с фундамента. Вот буквально за последний год, что мы... Вот два момента, может быть, телезрители не знают этих интересных моментов. Только в прошлом году был создан центр реформ, оказывается, в Республике Молдова, на восьмом году существования проевропейского альянса. Только в этом году у нас появился... Это было при правительстве, которое? Принято, да хоть Питер Лейбус на остановке, но он создан только спустя 8 лет. Потом создан центр, что-то вот господин Чокан, бывший глава цикла, центр, поправьте меня, центр проведения честных выборов, что-то в этом роде, понимаете? Это спустя 8 лет после появления проевропейских коалиций, которые все тянут и тянут нас в Европу. Мне кажется, это даже не самое страшное. Это все равно, что в медицине, знаете, вот доктора начали делать операцию, и на середине сказали, ой, а давайте мы диагноз поставим правильно сначала, давайте мы отложим операцию, больной полежит пока в коме искусственной, а мы уточним диагноз. Вот у меня такие ассоциации это вызывает. У меня, да, есть такие ассоциации. У нас в демократии наоборот, я не знаю, как показать это. Знаете, как никто не утверждается даже, наверное, этим диагнозом. У нас как бы есть, вот решили, что так. И вот все это говорят. Евро интеграция. С явочным порядком решили, и все, и пошли дальше. Давайте вернемся все-таки к теме программы. И вернусь к вашему высказыванию. Вы сказали такую интересную фразу. На 90% вы уверены, что этот блок состоится предвыборный, да? Он уже был один раз. Значит, смотрите, что говорит в пользу вашего высказывания. Генсек формирования Игорь Гроссу заявил, что конкретный механизм формирования списков будет создан ближе к выборам. И тут я себе подумала, вот когда будет создан этот механизм, как у нас в списке, знаете, формируется. Какая неожиданность, ближе к выборам. Да, и вот это будет интересно. Дело в том, что мы находимся в достаточно подвешенном состоянии. С одной стороны, я участвовал так, достаточно пассивно во встречах с разными европейцами. И на этих встречах некоторые более такие молодые и романтичные представители гражданского общества говорили о том, что нужно настаивать, чтобы внести позитивные изменения в избирательный кодекс, не трогая его, то есть как 50 на 50. Ну вот, там, например, второй тур, там, например, убрать этот фильтр, там и так далее, и так далее. В ситуации, когда в Европарламенте были дебаты, но нет еще резолюции, нет голосования, мы еще не можем сказать, какова позиция Европарламента, мы не можем сказать, как поведет себя Европейская комиссия применительно к реалям из-за республики Молдовы. Может быть, что-то изменится. Во-вторых, фактор новый появился, это, если создается какой-то блок, то нужно выдвигать, не только драться за один список в пропорциональной, у нас при пропорциональной системе, но распределять кандидатов по одномандатным округам. И здесь мы отметили, что Демпартия несколько месяцев назад торжественно объявила, что был проведен соцопрос, 12 тысяч анкет, то есть Демпартия может себе позволить такой соцопрос. У оппозиции таких возможностей нет. И выдвижение единого кандидата в одномандатном округе, где-то там на севере, или на юге, или не знаю где, это, с одной стороны, лотерея, с другой стороны, много эмоций и амбиций. Это будет очень сложный, трудный процесс, поэтому я не стал бы ни делать какие-то супероптимистичные выводы, ни подчеркивать сложность ситуации. Если действительно эти партии сознают тяжесть ситуации, в которой находится страна, я не хочу употреблять здесь термин «плохотнюк», «неплохотнюк», а ситуация общая, депрессивная, на мой взгляд, ситуация в стране, то они на основе этой ответственности должны справиться с этими вызовами и предстать перед избирателями в качестве вменяемой и ответственной политической силы. Это относится ко всем политическим конкурентам, поэтому не будем торопиться. Вот ко всем, это хорошие здесь слова, потому что, вот смотрите, ну будет блок, да, то есть нужно им будет набрать уже не 6%, а 9%, да. Но есть другие партии, которые тоже просятся в этот блок, и они тоже называют себя правыми. Это ЛДПМ, например. Они портят тогда им картины, потому что блок трех и больше партий требует уже 12% порога. Да, да, да. А вот есть такие политологи, как Анатол Церану, вот он, например, вот я вам сейчас зачитаю, он, например, считает так, чтобы добиться реального успеха на правом сегменте, необходимо более широкое сотрудничество, в том числе с либеральными демократами и унионистскими партиями. Широкий объединительный проект. В общем, как бы здесь мнение другое. Сколько партий погорели на этих блоках и объединениях? Давайте начиная с 2000, даже с 98-го года, я помню себя тогда студентом, первокурсиком на политологии, сколько с тех пор, вот Уаза Георгиевича помнит лучше, вспомнил, сколько было партий. Он даже участвовал в некоторых, да? Я стараюсь забыть. То есть, ну, давайте опять наступать на те же грабли. Давайте в одну корзину бросим и более, скажем так, умеренных унионистов из партии Майя Санды. Известны, что у нее есть унионисты в партии, она сама, в общем-то, никогда не скрывала. Партия Платформа в этом плане более держится государственных позиций, если я правильно все понимаю. Но давайте в эту корзину бросим всех правых. Извините мне, как на Новом Ковчеге и каждой твари по паре, опять получаются те же грабли. Я думаю, что здесь количество не всегда будет означать качество. И, допустим, вот представим, что я избиратель, который желает голосовать за правый блок, скажем, за ту же партию Майя Санды. Партию Настасья я потерплю, потому что они все-таки относительно новая сила, надо дать им шанс. Но если я узнаю, что в этом блоке появились унионисты, а я, допустим, не унионист, да, или там появились либеральные демократы, которые стали посмешищем, или народная партия, которая марионетка, я скажу, а зачем мне это нужно? Я не зря сказал, что наличие трех и более партий в одном блоке, напомню, это 12% избирательного порога. А не факт, что эти 5-6, сколько там партий, объединившись, дадут арифметическую сумму своих рейтингов. Отнюдь не факт. Есть понятие спойлерства, есть понятие протестного голосования, разочарования и так далее. Все это нужно учитывать. Я хочу сказать несколько слов в защиту либерально-демократической партии. Не потому, что мы дружим с господином Чеботару, а просто по той причине, что эта партия прошла через достаточно жесткие испытания, и в этой партии остались люди, которые себя уважают. По крайней мере, те люди в парламенте, которые я там вижу, у меня нет оснований подвергать сомнению их политическую порядочность. Кроме того, эта партия, которая прошла через пару-тройку циклов избирательных, она сумела создать структуры в территориях, и некоторые из этих структур, они выстояли. Поэтому, мне кажется, что мажоритарные округа, это были бы той возможностью, когда блок формально заключается только между двумя партиями, а какие-то из мажоритарных округов отдаются представителям других политических партий, без того, чтобы их печати фигурировали на документе о создании блока. Но это относится, знаете, к этим таким достаточно примитивным уловкам. Об этом даже не стоит говорить, потому что, я повторяю, перед тем, как пойти в студии, я посмотрел на социологический опрос, который был презентован пару недель назад, пару-тройку недель назад, Идис Вейторул, и там, если посмотреть на динамику настроения в нашем обществе, то они достаточно упаднические. Для того, чтобы людям вернуть грамм оптимизма, веру в то, что в этой стране можно будет жить по-человечески, нужно сменить лица. Потому что, ну, такова психология человека. Не будем прибегать к анекдотам насчет того, когда двигают мебель и когда меняют контингент. Поэтому здесь нужны новые лица, и здесь важно, чтобы его величество, гражданин избиратель, сумел разобраться в этой политической ситуации, и чтобы не получилось так, что голосуя за независимых, якобы независимых кандидаток в одномандатных округах, он завтра увидел бы их в том или ином политическом блоке. Здесь нужна внятность, определенность, и чтобы люди понимали, за что они голосуют. Я, в принципе, начала программу с чего? Я спросила, почему именно правые, условные правые, так активизировались. Потому что, вот вы говорите о лицах, господин Антонио, ну вот унионисты подсуетились, предлагают новое лицо господину Басиевску, для молдавской политической элиты. Вот вам, пожалуйста. Но означает ли это смену поколений в политике? Я хотел бы сказать следующее замечание. Жалко, что у меня нет возможности подискутировать с господином Басиевску в прямом эфире. Но он появился на политическом небосклоне республики в Молдову в качестве агента Игоря Додона. Его главная задача – консолидировать электорат Игоря Додона. Пройдет он в парламент или нет, нарисует ему 6,05% или 5,99% – это же другая песня. Но участие Трояна Басиевского избирательной кампании – первое. А. Не приблизит объединение республики к Молдове, к Румынии. Мне эта песня уже надоела. Б. Она увеличит результат получаемой партии социалистов, так называемых, которые разыгрывают карту ксенофобии, румынофобии успешно. И правда, я не уверен, что господин Додон вызовет господина Басиевску на дуэль. У них разные темпераменты. Я думаю, сейчас они на вопросе гражданства пока между собой выясняют. Эрнест, ну как вам вот такая теория? Я думаю, что господину Басиевску, не знаю, вряд ли бы ему понравилось, что он играет роль. Я бы напомнил господину Басиевску, как он... Давайте послушаем вначале Эрнеста. Нет, 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 почему? Как он целовался с проевропейским коммунистом Ворониным перед выборами 6 марта 2005 года по той простой причине, что Воронин объявил себя проевропейцем. А потом Басиевску сказал, ах, меня обманули. Наивный какой. Вы сейчас сторонников Басиевску разочаровываете, Эрнест? У меня нет задачи очаровывать кого-то. Вот за что вас оценю? Господина Варданян. Ну, я бы не сказал, что прямо Трояну Басиевску агент Додон, это было бы очень круто. Очень круто. Но логика в словах господина Анатолья, конечно, присутствует. Наличие Трояна Басиевску и его гипотетическое выдвижение или самовыдвижение на парламентских выборах в качестве председателя партии или почетный представитель. Это красная тряпка для всех антиунионистских сил Молдовы. И, кстати, не факт, что только сосреди социалистов. Я знаю, что среди тем партии тоже есть большая прослойка антиунионистов. Там тоже есть свое течение. И не факт, что на правом фланге все будут рады. Но есть тут два но. Во-первых, совершенно очевидно для меня, что Трояну Басиевску кто-то использует в темную. Не знаю кто. И это не Додон. Не берусь утверждать, что это плохотнюк. Не берусь, хотя не исключено. Цель, в принципе, примерно господин Антой озвучил. Второе но заключается в том, что действительно для молдавского электората, даже для граждан Румынии, проживающих в Молдове, Трояну Басиевску это относительно новое лицо. Потому что все-таки, ну, все опросы показывают, что самая популярная политика в Молдове это Путин. Поэтому большинство населений электорально и медийно настроено на российскую волну. А румынская политика там уже где-то поскольку-поскольку. Да, для Молдовы он новое лицо. Может быть, он сможет какую-то интересную программу за год в Молдове раскрутить. Но не знает самого главного. Он не знает особенности молдавской политики, в которой нет ни логики, ни здравого смысла, ни совести, ни умения держать слово и так далее, и так далее, и так далее. В этом плане сицилийская мафия то более принципиально, чем молдавская политика. Поэтому я убежден, что рано или поздно Трояну Басиевску попользуют и избавятся от него в электоральном или в политическом плане, чтобы он больше не мешал своими унионистскими россказнями. А те, кого он паровозиком притащит в Молдовский парламент, быть может, через год, те скажут ему, ну, спасибо вам, домнули, прощадиньте. На этом, в принципе, мы дальше сами справимся. А вы продолжайте рассказывать, вот, как хорошо организовать Мари-Унири. Ну, молдавская политика — это большая шмекерия, мы же все прекрасно знаем. Поэтому Троян Басиевску будет, как мне кажется, лишь еще одним эпизодом использования актуальных, острых идей в строго электоральных временных рамках. Ну, вот смотрите, когда я перечисляла, значит, заявление политика в самом начале, да, вот если так вот послушать их со стороны, то такое впечатление через месяц выбора. Ну, правда, уже смотрите, какие вещи все серьезно обсуждаются. Но никто из вас даже не упомянул, что вероятность, возможно, досрочных. Вот как-то невозможная. Может быть, вот, вот. Я смотрю, вы хором отвечаете на этот вопрос. То есть вы абсолютно исключаете вероятность того, что влиятельные... Нет, ну, слово абсолютно приведетено в математике, физике, в политике ничего абсолютного нет, но вероятность исчезающая мало. Близка к нулю. Почему? По той простой причине, что я имею наивность иногда читать Конституцию. Вот действительно наивность, Владимир Георгиевич. Да, да, да. Вот действительно наивность. Извините, можно я напомню один такой фактик? 27 марта 2016 года в дворце Николая Сулак состоялся сфату церей намбе ту. В президиуме сидели известные личности, которые заявили, что в 2018 году будет сотая годовщина объединения Бессарабии с Румынией, которая непременно состоится второй раз. А я хотел бы 27 марта, весной следующего года, стоять с рогаткой на площади Великого национального собрания и предоставить ее, чтобы они застрелились. Те, которые кричали, что мы объединимся с Румынией в марте следующего года. Почему? Потому что 2 апреля 2016 года, ровно через неделю, Ирина Влах организовала марш в защиту государственности Республики Молдова. И некто Игорь Дадон, еще не будучи зарегистрированным кандидатом, поехал туда и своим пальчиком так сказал, что «Нагар румынского жандарма не ступит на молдавскую землю». Это было начало избирательной кампании. Лохотрон по-молдавски. Я очень сожалею, что Басецку, который имеет свое особое место в румынской политике, полез в эту бодягу, о которой господин Варданян сказал так смачно. А я все-таки очень жалею, что вы все-таки употребляете такие «я бы хотела их расстрелять». Давайте пусть живут все-таки. Из рогатки, я уточнил. Из рогатки, да, ну как-то это прозвучало уже как-то кровожадно. Из рогатки. А насчет, вот у меня крутится в голове мысль, немножко даже похвалить молдавскую политику. Вы понимаете, что когда господин Анатоль правильно заметил, что аж весной прошлого года началась избирательная кампания. Правда, тогда все думают, что она, видимо, будет к президентской кампании, либо к достаточным парламентским, но неважно. Я хочу сказать, что это, в принципе, показывает, что молдавская политика, какая бы она ни была циничная и бездравственная, но она все-таки выходит на качественно более высокий уровень. Она становится более динамичной, более, скажем так, стратегически выверенной. Раньше ведь как было? За 2-3 месяца до выборов проводилась какая-то более-менее вяленькая кампания. Даже в 2014 году, если вы помните, настоящая кампания началась где-то вот с сентября-октября всего лишь. При том, что она была в очень серьезном, в очень тяжелом региональном контексте и на фоне серьезных проблем в молдавском обществе. Но кампания 2018 года началась уже сейчас. Мы как будто уже Америка. Вы же понимаете, что впервые о том, что Трамп может пойти в президенты, стало известно аж в июле 2015 года. Мы сами ответили на свой вопрос, Эрнест. Вы же сами ответили в самом начале. Вы заговорили о геополитике, я, по крайней мере, так считаю. Что, наверное, режиссер появился, раз действия получаются более или менее слаженные. Не только, не только. Ну хорошо, ускорю с вами. Режиссер добавляет сюжетных линий, режиссер добавляет действующих лиц и динамизма. Режиссер скорее сюжетную линию ведет. Но кинокамеру крутит наш товарищ, тут местный. Причем он начал делать это заранее. А режиссер ведет сюжетную линию. Можно я скажу несколько? Можно, только я хочу сейчас вопрос закончить к Эрнесту, да? Да, конечно. Пожалуйста. В отношении сюжетной линии. Вот смотрите, выборы на, в смысле, референдум по поводу, значит, генерального примара, его полномочий. Как организовано наши партии, называющие себя правыми, как они дружненько отказались, значит, в нем участвовать. Вот это вы полагаете, это они сами вдруг решили и партия Майя Санду, и Андрея Настаса. Это местечковые варианты, потому что они не совпадают с тем сценарием, который знаю я. Для начала я отмечу, что в данный эпизод, то есть почти дружный бойкот правых партий этого референдума, это показатель еще раз безнравственности молдавской политики и инфантилизма большинства молдавских правых. Я понимаю прекрасно, что вы не любите партию социалистов, это ваше гражданское право не уважать, не любить. Но почему вы бойкотируете референдум, на котором стоит, есть у этого референдум определенное иное, я может быть потом скажу, если времени хватит. Но давайте мы все дружно согласимся с тем, что за последние 10 лет Кишинев деградировал до невозможности. И именно этот примар, который вы хотят отстранить, именно он несет прямую за это ответственность. Почему вы, правая партия, которая так любит свой город, хотите считать его европейской культурной столицей, почему вы не хотите поставить точку в этой грязной истории, даже если эта история задумана, ну то есть эта кампания референдум задумана социалистами? Проявите гражданскую зрелость. Я поняла, поняла, не согласна с вами, не согласна категорически, но уважаю вашу точку зрения, потому что, понимаете, любые выборы, даже для представителей правых партий, особенно выборы на пост генерального примара, это всегда шанс поучаствовать, всегда, и тут такой дружный, понимаете, отказ. Так вот сценарий, я совершенно убеждена, что... Я сказала сценарий, если позволите, я всегда прихожу к вам с разными инсайдами, сейчас я вас тоже не разочарую. Мне хорошо информированные коллеги рассказали еще летом, что, значит, наши американские друзья активно продвигают Майю Санду на пост, как минимум примара Кишинева, как максимум на будущих парламентских выборов, с другой стороны, и они требуют от Плохотнюка, американцы требуют от Плохотнюка, чтобы он не мешал Майю Санду стать примаром. Ну, как Плохотнюк может мешать, мы все знаем. В этот сценарий как раз бойкотирование референдума не вписывается, потому что было бы логично, чтобы все правые сказали, окей, мы проводим референдум, будь он не ладен, хоть он и социалистами организован, но мы этого киртока убираем, мы расчищаем площадку, проводим грамотную избирательную кампанию и продвигаем нашу Майю Санду на пост примара, как того хотят наши зарубежные друзья. Логично? Логично, хотя, может быть, есть какие-то подводные камни, которых я не знаю. С другой стороны, мне известно, что примерно 300 молдавских бизнесменов, живущих и работающих в Европе, провели с Майей Санду встречу этим летом, где они были просто очарованы ей. Она произнесла, говорят, такую блестящую речь, что убедила их не только в своей правоте, но и в том, что они просто обязаны ей помочь и так далее. В общем, они приняли решение ей помочь в будущей ее избирательной кампании. То есть вот этот сценарий примерно сейчас у нас выстраивается. Я не убежден до конца, что Майя Санду будет выдвинута на пост примара Кишинева, но абсолютно убежден, что я буду всячески проталкивать на выборах в парламент в следующем году. Вот это и есть сценарий. Благодарю вас, Уаза Георгиевич, геополитика и правые. Я бы рекомендовал, помимо Конституции Республики Молдова, гражданам Республики Молдова иногда поглядывать на глобус. А я думал, уголовный кодекс вы скажете. Нет, на глобус. Уголовный кодекс я рекомендовал читать, будучи в Тираспорте. Дело в том, что я убежден, что президент США господин Трамп никогда не слышал про Республику Молдову и до конца своего мандата так и не узнает про факт ее существования. Это раз. Я знаю, что Госдеп трясет. Там они хотят сократить штаты, переделать структуру и так далее. И до Молдовы там нет никому никакого дела. Это наша мания величия провинциальная. Нам кажется, что мы пуп земли. И вот тот глобус, на который я рекомендовал смотреть, он крутится вокруг этого пупа земли. Посмотрите, что происходит. Посольство-то есть? Нет, Эрнест, надо сказать, не все, как оказывается, в США решает Дональд Трамп. Да, тем более. То есть мы недавно узнали, что там есть разделение властей, что там есть Конгресс, что там есть Сенат, что там есть юстиция, генеральные прокуроры. И некто вроде госпожи Нуланд. Этого достаточно. Ну вот уже там нет, кстати, на юрисе. Нет, ну я говорю, некто вроде. Джон Хеферн. Да, да. То есть мы помним эту даму и помним это влияние. И это не надо мне рассказывать про госпожу Нуланд, потому что я говорю, нынешняя администрация США, там же никто не занимается от себя тиной. Я здесь сделаю революцию, здесь сделаю государственный переворот, а с этим я дружу, поэтому пускай будет диктатором. Такого нет. У них есть преемственность политики. Есть преемственность. Конси кутивитати. Поэтому Трамп там... Нет. Там есть люди в гостепе, которые работают. Второй момент. Из того, что я знаю... Я иногда захожу на Страдали Везелор 31, там где офис партии, акционер, солидаритат. Я это не скрываю, это не секрет. И из того, что я знаю, с одной стороны, на выборах президентских моя Сандука как кандидат получила около 60% в муниципе, да? Но у нее я не почувствовал никакого интереса к выборам в муниципе как таково. Потому что есть еще такой момент. Я был тем человеком, я не хотел эту тему трогать, который на заседание муниципального совета вышел и предложил провести референдум по отставке господина Киртуака 30 октября прошлого года, совместив его с первым туром президентских выборов. Далее-то мы решили, что партии в это дело не вмешиваются. Была создана инициативная группа во главе с представителями гражданского общества. Партии там, конечно, были, но скромно, так сказать, не высовывались. Это было... Мы старательно соблюдали правила игры, называя это дело гражданской инициативой. Что случилось с гражданской инициативой в нашем правовом захваченном государстве? Ее зарубили. Тот же независимый молдавский суд и беспристрастный. Сейчас за это дело взялась партия социалистов. И насколько я понимаю, сейчас разыгрывается такой пассианс, что партия социалистов и Додон ввязались в эту драку, а мы хотим посмотреть, как он сможет мобилизовать жителей Кишинева. Если референдум провалится, тогда это будет еще одно поражение президента и его партии. Я повторяю, и опять же возвращаюсь к тому, что мы с Эрнестом, вы говорите, инсайдерская информация, я говорю, слухи. Это не политология, это базарная политология. Но это наш уровень, это уровень нашей страны, это наша ситуация. То есть получается, что на самом деле представителям Майя Санду, правых партий, все равно, что их избиратели могут теоретически даже хотеть смены генерального примара. Вот как они это людям будут? Я хочу сказать один принципиальный момент. Вчера ко мне домой на седьмой этаж приходили представители партии социалистов. И насколько я понимаю, моя жена хочет пойти на референдум, я еще не определился. Так мы и узнаем, у вас дома дома строили, нет, как у вас жена имеет право сама принимать решение. Я всего лишь намекаю на то, что очень неправильно считать, что все жители в Кишиневе ждут ценных указаний, будь то Майя Санду или Игоря Дадона, идти или не идти на референдум. Люди сами, каждый по отдельности решит, выходить на референдум или нет. Это раз. Партия социалистов делает свою избирательную кампанию, это их, скажем так, челлендж, их задача, которую они себе сформулировали. Как отреагируют избиратели в городе, в муниципе Кишинева, это второй вопрос. И главное, что я хотел сказать, абсолютно неправильно сбрасывать со счетов тот маразм полный, который существует в муниципальном совете. Если бы мы избирали диктатора в этом городе, я бы все понял. Но ведь я хочу уйти из муниципального совета, мне это надоело, здоровье не позволяет. Это официальное заявление, господин Антонович? Нет, еще подписи нет. Участок на Дойне мне и так дадут. Вы все время грозите. Я вспомнила, в прошлый раз грозили, что вы уйдете из партии Лянг. Ушел. Уже ушли, да? Нет, сложно уйти, потому что я ее не могу найти. Нет, вы ушли или не ушли из той партии, официально. Я заявил, но мне некуда отнести заявление, я не могу найти эту партию. Эрнест, вы не знаете адрес партии? Никогда не интересовался. Я думаю, что господин Лянг принял бы вас, просто вы все время угрожаете. Нет, нет, я не хочу никаких партий. Я пытаюсь просто обратить внимание на совершенно беспринципное и иногда подлое поведение в муниципальном совете, наших советников. Поэтому здесь ситуация намного сложнее, чем вот Дарин Киртака плохой или Дарин Киртака хороший. Не будем забывать о том, что власть в муниципе всегда была заложником игрищ на национальном уровне. Был Серафим Урикяну, который не нашел общего языка с Владимиром Ворониным. Потом был Влад Филат, который был премьером, который не нашел общего языка с Дарином Киртакой. Потом говорят, что Михаил Гимпу надавил и там приняли какой-то закон о статусе в муниципе Кишинева. У нас плохо не только... Диктаторский закон. У нас, к сожалению, скажем так, то слово деградация, которое применительно к ситуации на национальном уровне, она опускается вплоть до последней примарии. И еще вопрос, который не могу не задать, раз мы говорим о партиях, называющих себя правыми. Вот их взаимоотношения с демократами. Вот сейчас, понятное дело, они все говорят, да мы с вами, да никогда. На что им Владимир Георгиевич Плохотнюк говорит? Вы не торопитесь. Что я вам сделал плохого? Нет, что, на этот счет есть какое-то решение национальное... А вы о чем? О том, что создать блок, решение какого-то партийного органа или это... Чей блок? Вы сейчас говорите об поствыборном реакции. Нет, я имел в виду, демпартия провела какое-то национальное... А зачем? А зачем? Владимир Георгиевич выходит и говорит... Партия и страна находятся в режиме ручного управления. Какое решение? Все будет красиво написано. Кстати, вот вы совсем предвыборную, да, вот эту отрицается, да, тематику. Вот сегодня демократы вышли и честно сказали, все штрафовать не будут водителей за просто так. О, останавливайся, да. Я имею, что сказать за этот случай. Не будем. Вот сейчас я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос, потому что времени мало. До выборов отменили оптимизацию. Они так не говорили, я за справедливость. Они вообще ее отменили. И Майя Санду при этом сказали, что вот это ваше, извините, детище, работали вы плохо, госпожа Санду, мы вот это все отменяем. Майя Санду... Давайте погодить. Ей вменяется за вину. Вы давно у меня в гостях не были, я чувствую, да. Нет, ну это, знаете, это же анекдот, что детей в стране нет, а школы мы закрывать не будем. Мы будем создавать мавзолеи, в которых будут мумии преподаватели. Вы знаете, я бы с вами сейчас посмеялась, если бы я не видела, что в некоторых школах есть мало на самом деле детей, очень мало. Но когда я понимаю, что эти дети должны ходить в школу за, ну скажем, приличное количество километров, то я не стала бы здесь смеяться. Вот честно. А здесь я не смеюсь, я просто смеюсь над заявлениями Демпартии. Понятно. Я забыл ваш вопрос. Повторите. Я чувствую, да. Я это расцениваю как то, что у нас беседа очень яркая. Очень, да. Живая. По поводу их возможных каких-то альянсов, назовите, союзов, хотите, как угодно, демократов. Я немного забегу вперед, потому что я в начале педачи все-таки много об этом сказал. Я забегу вперед. Предположим, коалиция состоялась. Вот прошли выборы 2018 года, Плохотнюк, Санду и Настасья вдруг создали большую коалицию, три партии там и так далее. Да. Я вас уверяю, пройдет максимум полгода, и от партии Настасья и Санду останутся одни названия. Плохотнюк их тоже всех съест, перекупит, перепугает Это уже потом. Вот вы считаете, в принципе, Эрнест, давайте так. Я не зря забегаю вперед, Людмила. То есть, возможно, но... Возможно, в молдавской политике все, но риск вот такой. Я надеюсь, меня представители этих партий слушают сейчас. Слушайте внимательно, потому что вы прекрасно... Вы лучше меня знаете, что такое молдавская политика. Если вы пойдете на ляз с Плохотником, он вас съест. Все. То есть... Если можно, я задам, отвечу на вопрос вопросом. А зачем коалицию с правами? Что у господина Плохотника плохо получается с господином Дадо? Я считаю, что мы должны ответить... В четыре руки, они в четыре руки так красиво исполняют. А вы знаете, особенно сегодня, после решения Конституционного суда, даже те, которые говорили о вот таком большом альянсе, вот тут как-то они разочаровались, вы знаете. Подождите. Отставка правительства Стрельца. Там голосование по этому аудиовизуальный кодекс. Не, ну сегодняшняя ситуация, Оаза Георгиевич. Сегодня Конституционный суд решил то, что явно не идет, знаете, вот не вписывается в вашу теорию сотрудничества. Я помню те времена, когда мы добродушно посмеивались над тем, что Конституционный суд принял решение, что большинство из 101 депутата это 52, а не 51. Мы добродушно иронизировали по той простой причине, что Конституционный суд у нас тогда рассматривался как эта формула. Жена Цезаря вне подозрений. Да, они, возможно, немножко не блистали интеллектом, но никто не вменял им вину, что они являются, так, работают на какую-то политическую партию. После того, как мы прошли через 2015 год, или когда это, в 2013 году, 22 апреля и так далее, и так далее, наш Конституционный суд, как пел Алла Борисовна Пугачева, так же, как все, как все, как все, понимаете? Поэтому я отказываюсь... Поэтому нужно смотреть, кому это выгодно. Нет, поэтому я повторяю слово деградация институтов государства и констатирую, что без радикального смены лиц в нашей власти деградация будет продолжаться. И если можно, у нас уже минутка осталась, очень жалко. Вы полагаете все-таки, что этот вариант возможен или нет? Что вот Майя Санду, господин Анастасы, в конечном итоге, даже если они захотят дружить с геополитическим оттенком, против? Да нет, ну вы знаете, ну какая геополитика? Ну вот то, что мы имеем сегодня в Молдове, оно несовместимо с европейскими ценностями. Несовместимо. А вы полагаете, что геополитика это только европейские ценности? А какая геополитика? Мы на глобусе, кому мы интересны? Вы на глобус когда смотрели? Рядом Украина, вот это геополитика. Мы как раз идем в пакете с Украиной. Рядом Украина, вот это геополитика, а нас там нет вообще. Я поняла, очень жаль, у нас время, к сожалению, вышло, потому что было очень интересно с вами беседовать, и на многие вопросы, честное слово, не успели никак ответить. Ну что я могу сказать, зову вас еще, потому что тема на самом деле интересная, и ваше мнение тоже мне интересно. Поэтому спасибо вам большое. Мы сейчас прерываемся, но через некоторое время, буквально, я думаю, минут 3-5, у нас будет второй гость, это советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский. Конституционный суд сегодня решил, президент Игорь Дадон нарушает Конституцию при повторном отказе назначить кандидата правительства министром обороны. И его обязанности могут выполнить другие. Другие это спикер Андриан Канду или премьер-министр Павел Филипп. Также суд постановил, что глава государства не обладает правом накладывать вето на решение Кабмина или премьер-министра. О том, что думает по этому поводу президент, я намереваюсь узнать у моего гостя. Сегодня у нас в гостях советник президента по юридическим вопросам, представитель президента в парламенте и в правительстве Максим Лебединский. Все правильно? Все правильно. Добрый вечер. Я попросила бы вас, если это возможно, решение это громкое, резонансное, вот давайте так по-простому, что означает этот вердикт Конституционного суда? Во-первых, давайте начнем от того, что само правительство попросило у Конституционного суда интерпретировать статью 98 часть 6 Конституции Республики Молдова, то есть порядок изменения состава правительства. В результате Конституционный суд не говорит нам ничего о статье 98 части 6, а дает интерпретацию статьи 91 Конституции Республики Молдова, то есть временное исполнение обязанностей президента с какого-то боку, но это тот результат, который мы получили. В итоге Конституционный суд установил, что если президент Республики Молдова не желает исполнять какие-либо свои обязанности, как в нашем случае, говоря о господине Стурзе, кандидата на должность министра обороны, в этом случае они устанавливают временные импосибилитаты деэкзиршитария функции своих обязанностей, и в этом случае якобы должно вступить в силу временные исполняющие обязанности должности президента, то есть по иерархии сначала спикер или премьер-министр, то есть господин Филипп. Они посчитали, что это должное объяснение ситуации, что происходит в случае, если президент Республики не согласен с кандидатурой одного министра. Причем они это применили, в принципе, ко всем случаям, если президент Республики будет чему-то операцией. Будь то мы говорим о промальгации законов, будь то мы говорим о назначении любого должности, что стоит в компетенции президента Республики Молдова. Конкретно это должно выглядеть примерно следующим образом. На данный момент, если говорим о господине Стурзе, это либо правительство, либо кто-то из депутатов должен обратиться в Конституционный суд. По конкретному случаю с господином Стурзе поставить вопрос, является ли это основой, считать, что президент временно является в несостоянии исполнять свои обязанности на конкретные действия. Если Конституционный суд говорит, что да, в этом случае они вступают в силу временно исполняющей их обязанности, соответственно, спикер, который имеет право подписать декрет о назначении данного министра. Ну вот смотрите, главная претензия, которую сегодня на своем брифинге высказал президент, это то, что Конституционный суд не трактовал Конституцию. Он, по его мнению, создавал некие новые нормы. Ну что значит, по его мнению? Да, вот поясните теперь, пожалуйста, чтобы мы тоже это поняли. Если мы берем текст Конституции, да, есть определенные нормы, которые они неопределенные, то есть, которые и вправду их можно интерпретировать и в одну, и в другую сторону. Но, если мы говорим о конкретном действии, да, к примеру, с назначением нового министра, это статья 98-я, часть 6-я Конституции, да, которая напрямую устанавливает, что президент назначает министра по предложению премьер-министра. Точка. То есть, там нет того, что если нет, да, то тогда полномочия переходит. Не указано, что если президент отказывает один раз, два раза, три-четыре раза, он обязан назначать того или иного кандидата. Там не указано факт того, что в случае, если президент отказывается назначать определенного человека, который он считает, во-первых, непрофессиональным, и, два, чья целостность была поставлена под сомнение, ввиду того, что он получал десятки тысяч евро из каких-то международных фондов, да, и по Конституции его не обязывает уйти на конкретное действие сделочности и прийти к какому-то временно исполняющему обязанности, который должен просто подписать. Президент не является лицом, которому можно обязать просто так что-то делать. Президент является гарантом суверенитета Республики Молдова. Суверенитет — это сила народа и его право на свою идентичность и, соответственно, на то, чтобы быть собой как таковой. Что мы видим? Конституционный суд, так называемая интерпретация, устанавливает де-факто новые процедуры и новые нормы, которые просто не предусмотрены Конституцией, никогда не были. Теперь смотрим на полномочия Конституционного суда и кто является Конституционным судом, кто они такие и что они имеют право делать. Конституционный суд имеет право на интерпретацию Конституции, это раз. И второй момент, они имеют право признавать неконституционными законами. В Конституции Республики Молдова есть такая статья, которая называется просто «Решение Конституционного суда». В части 1 указано, что решение Конституционного суда о признании неконституционного закона вступает в силу немедленно и является обязательно. Только решение в части о признании неконституционным законом. Точка. Больше вы не найдете нигде, что решение Конституционного суда приравняется к тексту Конституции. Вы не найдете в Конституции текста, который будет указывать, что Конституционный суд имеет право устанавливать новые нормы, изменять Конституцию или еще что-то там делать. Эти полномочия сам Конституционный суд себе установил своими решениями. Присвоил, то есть получается. По Конституции единственный законодательный орган Республики Молдова является парламентом. Единственный орган, который имеет право принимать закон, это парламент. В этом случае, если Конституционный суд говорит, что их решение приравняется к тексту Конституции, то есть к законодательному конституционному акту, в этом случае мы считаем, что они узурпируют власть. В этом случае мы говорим о узурпации власти парламента. Если позволите, я в отношении узурпации несколько ниже, пока я пытаюсь понять, в этом решении Конституционного суда есть политика или нет. Президент считает, что есть. Он заявил так, это грубое нарушение, интерпретация Конституции в интересах демократической партии, которая контролирует парламентское большинство. То есть он четко назвал заказчик. Получается, здесь есть и политика? Естественно, есть. Даже если посмотрите на бывшее прошлое многих судей, вы увидите двух бывших депутатов парламента. Я увидел румынского господина Панциру. Господин Панциру был, если я не ошибаюсь, надеюсь, что я не ошибаюсь, но насколько я помню, он был сенатором Румынии. Господин Доля был депутатом от Демократической партии. Господин Попа был депутатом от ЛП, если я правильно помню. То есть сказать, что там нет политики, это то же самое, что ничего не сказать. Мы должны понять, что в любом случае Конституционный суд превысил свои полномочия. Это во-первых. Конкретно по этому случаю мы видим и предыдущую практику, что любое решение, которое относится к президенту Республики Молдова, только из-за лица, то есть конкретно Игоря Николаевича, они принимают свои решения, которые были критикованы даже бывшими судьями и бывшим председателем Конституционного суда, который утверждает, что это не нормальная практика. С двумя председателями, речь идет очень часто эти решения, господин Пушкаш критиковал и господин Пулбери. Я вас поправлю здесь. Вы знаете, вот смотрите, господин Додон сказал, что не признает господина Стурзу в качестве министра обороны. Вот что тогда в отношении президента, что может быть предпринято? Мы заявили о том, что, во-первых, этот министр, либо любой другой министр, который будет назначен таким образом, он не будет легитимным, он не будет иметь юридическое основание на нахождение в этой должности. В связи с этим президент Республики Молдова не включит этого гражданина в высший совет безопасности. Это, во-первых. Также он не будет признавать ни одно его действие в качестве так называемого должности министра. Вот это слово, на которое очень многие оппоненты партии социалистов уповают, его с вожделением произносят. Импичмент. Вот в этом решении вы увидели возможности для того, чтобы они могли инициировать вот эту процедуру? Они косвенно затронули этот вопрос, они указали факт того, что якобы президент нарушил свою клятву, чем нарушение клятвы является нарушением Конституции, нарушение Конституции является нарушением клятвы. Вот такой словооборот они предприняли. Но они указали, что прерогатива инициирования импичмента — это право парламента. То есть, если парламент захочет, они могут пойти и по этому пути тоже. Но Игорь Николаевич очень четко и ясно сказал, что мы увидели, что демократическая партия боится. Просто боится процедуры импичмента, потому что человек, который имеет самую большую поддержку населения, он не будет снять должности через референдум. Более того, если вы посмотрите непосредственно на текст обращения правительства в суд, Конституционный суд имею в виду, вы увидите, что они признают факт того, что раз, президент имеет самую большую поддержку, два, процедуры импичмента технические и процедуральные для них — это невозможно, потому что они не соберут две трети депутатов для приостановления должности. А даже если соберут эти две трети, они не соберут нужное количество голосов для снятия его с должности, потому что он имеет поддержку народа. Вот теперь появляется риторический вопрос. Если человек имеет самую крупную поддержку народа, разве он не имеет право высказывать свое мнение, в том числе и насчет членов правительства, с которым он должен работать в качестве главнокомандующего? — Вот смотрите, как выглядит ситуация с господином Сторзой будет выглядеть, да? Президент страны в качестве верховного главнокомандующего не признает министра обороны. То есть он заранее говорит, я его не признаю. Вот как эти люди будут работать? И еще, если можно, такой вопрос. Вы с господином Сторзой, президентура, как-то вот все-таки пересекались? Вот вы общались? Вот он как-то не дал ни одного интервью, он вообще не сказал, как он себе видит вот это общение с президентом, который его в качестве министра обороны не признает. — Людмила, я могу напомнить, что именно в вашей студии, на вашей передаче, да, в прошлый раз я был с господином Серджием Сыровым, представителем партии демократов, и на мой вопрос к нему, почему правительство, либо парламентское большинство не посоветовалось с президентом насчет кандидатуры на должность министра обороны, они сказали, что у них есть мажориция, им не нужно советоваться с президентом. Они советуются путем выдвижения этого кандидата, но это неправильно. — Это неправильно, тем более насчет должности министра обороны. Не может он работать с президентом, который является главнокомандующим армии, если он не будет им принят. Вы сказали, как будет президент с ним работать. Нет, тут вопрос по-другому, как будет этот министр с президентом работать, потому что именно президент является верховным главнокомандующим, а не наоборот. — И вопрос был еще, были ли какие-то контакты представителей президента и господа Стуруса? — Насколько я знаю, не было. — Никак. — Насколько я знаю, не было, как минимум я не был свидетелем каких-то общений, либо каких-то встреч с ним или с его представителями. — Хорошо. Вот мы начали говорить по поводу вердикта Конституционного суда. Да, вы считаете, что он был незаконный, президент так, естественно, считает. Вот телезрители, очень многие писали мне личные сообщения, когда узнали, что вы будете в эфире, и задавали жесткие вопросы. Я позволю себе некоторые все-таки из них вам прочитать. Вот несут ли ответственность представители Конституционного суда, судьи за свои вердикты? Вообще, хоть какую-то, кроме моральной, конечно. — По закону Конституционного суда, по закону статуса судей Конституционного суда, получается, что любая ответственность судьи Конституционного суда, он может быть привлечен к ответственности, но на данный момент процедурно примерно следующая. Приходит запрос на поднятие иммунитета данного суди. председатель Конституционного суда составляет коллегию из двух других судей, который будет рассматривать жалобу против своего коллеги. — Против своего коллеги. — Поэтому Игорь Николаевич говорил и сегодня, и в дальнейшем мы попытаемся это объяснить. В 2019 году у четырех судей Конституционного суда истекает свой мандат. Соответственно, их ряды будут не пополнены, а будут изменены новым составом. В 2018-2019 году я уверен, что правящая власть совсем будет другая, нежели та, которая есть на данный момент. Это не значит, что эти судьи сейчас могут сидеть спокойно и радоваться жизни, что они сделали еще какую-то гадость. Не президенту, а не стране сделали. Они будут отвечать, каждый в отдельности, за свой голос и за ту позицию, которую они приняли по каждому решению. Все эти решения будут пересмотрены, и за каждое это неконституционное действие каждый виновный понесет соответствующее наказание. — Но это будет наказание, скорее всего, уже после того, когда истекут полномочия. — Но это не значит, что не можно будет тогда исправить всю эту развратную конституционную практику, которую мы видим, что в последние годы все чаще и чаще применяется, дабы устроить интересы одной конкретно политической партии. — И последний вопрос. Что сейчас в этой связи собирается намереваться делать президент? Вся ситуация такова, какова она есть? Первое его действие. — Президент четко выразился о том, что он не будет назначать этого министра. Хочет спикер или премьер-министр брать на себя ответственность — это их проблема. И они будут отвечать перед своими избирателями. Каждый из политиков, будь он премьер, спикер или президент республики, он ответственный перед своим народом, который выразится своим голосом. И каждый берет на себя свой риск. — Я благодарю вас за участие. Мне кажется, что вы ответили сейчас на самые важные вопросы, которые волнуют наших телезрителей. Приходите к нам еще и будем говорить. Спасибо вам большое. — Все доброе. — Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»